Моргенштерн Подожди, подожди, это мой звёздный час Что, в чём проблема, скажи Он протестует и Да я Нет, подождите Что ты хочешь сказать, а? Я хочу, чтобы это решили зрители Это же зрительское голосование Это зрительское голосование Дамы и господа, победитель, лучший исполнитель года Артур Пирожков Я и мои слушатели знают, кто победил в этой номинации Мне не нужна тарелка, я хаваю руками У тебя есть другие сведения? Не, мне интересно, почему ты не иноаген, блять А я иноаген А ведь действительно это хороший вопрос Но, конечно, я думаю, что не из-за этого Я думаю, что потому что я стараюсь, с одной стороны, быть осторожной Алишер Тагирович Валеев Видеоблогер, рэпер, музыкант, композитор, битмейкер, шоумен Родился и вырос в Уфе Уже в детстве отличался решительностью и смелостью У нас вообще весь шоу-бизнес максимально притворный какой-то, ненастоящий Знаешь, и люди, я тоже думаю, это чувствуют Почему ты здесь? Ну, потому что я самым популярным ебал страны сейчас Или, может быть, потому что ты сам напросился, Алишер? Ты сказал, что, спрашивал, ну когда же, когда же будет интервью? Да пипец, я так ждал, что ты меня позовешь А ты все не зол и не зол, вообще тебя не понял Тогда бы сделали по-любому самый просмотренный выпуск Сейчас вот уже не знаю Потому что нету этой гордыни Если ему нужно, он будет напрашиваться И говорить об этом публично и напрямую Потому что он обожает внимание Он и так получает внимание Весь зал смотрит на него, но на сцене много людей А он хочет, чтобы смотрели именно на него Как он ревнует Посмотрите все сюда Я Алишер, я главный Я заберу у вас всех все внимание Ненасытный эгоист Алишер даже не хочет ни с кем делиться Он хочет все забрать себе У Алишера истероидный психотип Это один из классических типов личности в психологии Для эстероида характерна эмоциональная неустойчивость в сочетании с повышенной импульсивностью Алишер испытывает постоянную жажду внимания и признания со стороны окружающих У нас общий мастер по маникюру Бывало Ты когда это делал, понимал, что это, ну, раскроют? Просто спиздил, потому что, ну, чё, какой-то трючок надо было сделать Плохо сделал, не знаю, чё, чё за запариваться Так Взял и пизданул Это единственный? Спизженный трек? Да Да Это детектор лжи Я задам вам простые вопросы, а вы отвечаете на них честно Вы меня поняли? Да Мне, типа, чё я даю быть до меня? Отстаньте, всё спиздил я, хватит Как ты реагируешь на чужой успех? Меня это бесит Ревность, зависть, несамодостаточность и чудовищная жадность Смотрите сюда! Бандана тебя бесит? Ну, как альбом не бесит, но, типа, то, что пацаны так и раз... Ну, конечно, я же, блядь, ну, буду честным, да В то же время это и комплимент, но Алишер не всегда честный, он выборочно честный Мама у меня супер женщина, вот такущая девушка, продвинутая Конфетка Маму очень люблю У Алишера необычная мама, тесная доверительная связь Не как сын с мамой, а как сын с подружкой Вот она, женщина-легенда Что-то в Алишере есть женственное Он сам как будто бы внутренне стремится быть похожим на девушку Весь в татуировках, даже на лице, крашеные волосы Постоянная смена стиля, красит ногти У меня складывается такое, возможно, ложное впечатление Что где-то глубоко в душе он хочет быть похожим на свою маму У него очень много женской энергетики А мама у него, да, как подруга И я учусь у него, знаете, вот этому отсутствию страха перед чужим мнением Это кайф Ресторан же кайф Он обсуждал с ней любые темы, включая интимные То есть чисто психологически он получил разрешение на действия в этом мире от своей мамы в полном объеме Мама с ранних лет воспринимала Алишера не как маленького мальчика, а как взрослого мужчину Мама не была холодна, мать любила, не отвергала В том числе именно поэтому у него такая дикая, неадекватная уверенность в себе Саня, отдай ты эту тарелку уже, а? Потише, пожалуйста А капеллы пою? Извини, старик, да Ты говоришь, что я плох Спасибо Да, давай Алишер к тому же генетически был предрасположен к тому, чтобы быть уверенным Маргенштерн Друзья, мне даже кажется, что годящийся в отцы Алишеру Александр Рева просто испугался Он как будто ошеломлен Я скажу так, меня всегда орут немножечко напрягал Вот когда мы снимали вписку про вас, не было такого ощущения, что он тебя напрягает Было Хорошо играл Ты или он? Я и он, блядь, все Понятно, что Алишер беспринципный конъюнктурщик, безрезультатно пытающийся показать из себя прямолинейного правдоруба Я терпел оруто, знаешь почему? Потому что думал, что он богатый Вот смейтесь, но я оказался в ситуации, что меня абьюзили, а я терпел человека, потому что он богатый Я только, видимо, из-за денег с ним и общался Не совсем пойму, зачем Алишеру предавать себя в очередной раз Чтобы получить шанс и возможность стать чуточку богаче, это уже какая-то одержимость У тебя и так миллионы Чёрт вы миллион Алишер своей отчасти откровенной болтовнёй уже загадил себе репутацию на долгие годы вперёд Это уже сейчас он теряет хайп и популярность Я понимаю, что я сдаю позиции, пацаны, я понимаю Рано или поздно Алишеры, как и всех, начнут потихоньку забывать В информационное пространство придут новые люди, новые звёзды И Алишер, конечно, переживает, что внимания становится меньше Не уверен, но предполагаю, что через 5-10 лет Алишеру уже не будет на слуху Если он, конечно, не сделает что-то действительно грандиозное Но в этом нет ничего плохого Алишер уже сейчас проживает жизнь своей мечты Это трудный вопрос И это характеризует его как осторожного человека, смотрящего наперёд Даже зная, что он выигрывает спор, и он обыграл этот спор с Литвиным Суть конфликта Алишер сказал, что Литвин пиарил ставки Соответственно, обманывал аудиторию Да, был проект Литвин ставит По сути ставки, лудомания Даже каперство, наверное Был проект с прогнозами Которые не сбывались Что-то сбывалось, что-то не сбывалось Михаил Литвин обиделся и разозлился И за неимением аргументов начал угрожать Потому что что такое ставки, если не обман? Любые аргументы против просто не работают И от отчаяния и бессилия начинаются угрозы Литвин не вывез диалога И начал угрожать Потому что внутри сам знает, что неправ И признаваться в этом не позволяет гордость И страх за свою уже, возможно, подпорченную репутацию Подождите, это еще не конец Назови трех самых главных геев Российского шоу-бизнеса Которые были там Артур Пирожков Александр Рева И бабушка из Comedy Club А за что Алишер злится на Александра? Виноват ли Артур Пирожков в том, что выиграл тарелку? Которую хотел? И на которую также был номинирован, как и Моргенштерн? Допустим, голосование было нечестным Это же зрительское голосование Это зрительское голосование Но тогда злись на тех, кто организовал эту премию и подсчитывал голоса Причем здесь Александр? Возможно, Алишер думает, что Александр всех там купил? Или договорился? Не исключено Но Артур Пирожков не виноват в том, что победил А Алишер злится не на того Друзья, не факт, что прав Делитесь вашим мнением Я не исключаю, что это все вообще был спродюсированный спектакль Но есть же от природы уверенные люди И они вообще этого не понимают Про что? Какие-то неуверенности, скованности, зажимы Плохо себя чувствуешь в коллективе Боишься сказать, боишься сделать Они вообще вот этого не понимают Вот Алишер с этим не знаком Он с детства, скорее всего, всю свою жизнь Он с самого детства был уверенным Нажал на запись, мы начали читать И мы плевали, что мы хотели спать И на него это никак не повлияло Среда на него не повлияла Окружение на него не повлияло Он как бы понимал, что он один Вот типа, я Алишер, я главный по жизни Все для меня, мир для меня Я центр вселенной И соответственно, вот и мы в результате Что получаем Плюс еще генетическая предрасположенность Друзья, если вам по нраву подобный формат Можно попробовать сделать следующий ролик Про Молстроя По желанию можете поддержать ролик Лайком или комментарием Также я хочу пригласить вас в Телеграм Там мы обмениваемся мнениями Я публикую посты, голосовые и короткие видео Интересуюсь у вас, что вам интересно И приступаю к следующему сюжету Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok